В преддверии Дня Великой Победы в Пинске проходит благотворительная акция «Чистый дворик ветерану». Молодые люди помогают участникам Великой Отечественной войны навести порядок в квартирах и на дворовых территориях частных домов. Акцию вместе с социальными работниками поддержали 10 учреждений образования. О добрых делах пинской молодежи в сюжете нашего корреспондента. Улица Краснофлотская. Здесь расположен ничем не примечательный, на первый взгляд, деревянный небольшой домик, если бы не одно «но». Вот это красная табличка. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. В доме Лидии Прокофьевны Притулецкой сегодня многолюдные ребята из отряда «Милосердие» Пинского профессионально-технического колледжа машиностроения пришли, чтобы помочь навести порядок во дворе. Как и полагает гостеприимная хозяйка, Лидия Прокофьевна с непредельной радостью встречает гостей. Вот всегда плачете. Здесь рады не только помощи, но и возможности пообщаться. Ведь больше полугода она оказалась прикована к кровати из-за травмы позвоночника и только недавно стала самостоятельно вставать. А так хочется прийти на парад победы на площадь Ленина 9 мая, говорит Лидия Прокофьевна. Конечно, я очень готовлюсь, потому что это самый мой любимый праздник. Это я люблю религиозные праздники, но это не это самый, потому что перестала проливаться человеческая кровь. Тем временем во дворе дома участницы Великой Отечественной войны работа кипит. Лидия Прокофьевна попросила перенести некоторые старые вещи. Ребята рады помочь. С отличным настроением, прям вот душу пробирает, когда помогаем таким людям. Сейчас с 8 по 30 апреля у нас проходит областная акция «Чистый дворик». Мы с отрядом «Милосердие», с волонтерскими отрядами, в которые входят 10 учебных заведений города. Мы посещаем, организовываем уборки на придомовых территориях, домовладениях, одиноких, одинокопроживающих. Также, конечно, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Поэтому нам отряды «Милосердие» никогда не оказывают. Они всегда помогают, содействуют. И эти акции у нас проходят ежегодно. На попечении территориального центра социального обслуживания население 14 участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята придут на помощь каждому. Для них это не просто возможность сделать доброе дело, но и большая честь. Соцобеспечение хорошо обслуживает. По-любому всегда помогут, придут. Я очень довольна. Спасибо нашему государству, нашей молодой, родной, Республике Беларусь. Очень довольна. Спасибо всем.